Томсо, скажи, пожалуйста, если к чеченцу или, в принципе, к мужчине на улице обратятся в приказной форме, типа, братишка, сюда иди и тому подобное, как на это реагировать? Это повод, чтобы дать силовой отпор. Ну, я думаю, это однозначно приведет к конфликту. Томсо, люди в Швеции в целом культурные, или так же, как в Раше, слева сосед алкаш, справа молодое быдло и громкая музыка, ночью снизу драки постоянно, а сверху постоянно заливают водой. Нет, если в этом плане... Так, слушай, ты умник. Чего ты можешь рассказать нам, чего мы не знаем? Сколько ты принес людям бед? Ты подстрекатель, ты никогда не сможешь сделать добро людям, у тебя дешевые постановки. Томсо, вы трус, вы своих детей воспитываете трусами? Нет, мы своих детей пытаемся воспитывать мужчин мужественными, женщин женственными, ну, девочек, и в духе наших традиционных чеченских обычаев, ну, в меру наших возможностей. Конечно же, когда ты приезжаешь и поселяешься в этих странах, тебе нужно адаптироваться. Некоторые вещи, которые считаются традиционными в воспитании детей на Кавказе, здесь эти вещи где-то даже могут считаться нарушением закона, преступлением. Поэтому, конечно же, тебе нужно как-то адаптироваться, ни в коем случае нарушать законы нельзя. Но в целом дети воспитываются в духе наших традиций. Томсо, скажи, пожалуйста, если к чеченцу или, в принципе, к мужчине на улице обратятся в приказной форме, типа, братишка, сюда иди и тому подобное, как на это реагировать? Это повод, чтобы дать силовой отпор. Ну, я думаю, это однозначно приведет к конфликту. Просто зачем это делать, зачем обращаться в такой форме? Почему не обратиться в нормальной форме? Почему вообще этому не уделяется должного внимания, вот этому этикету, поведению людей? В конце-то концов, это не круто, когда люди ведут себя некорректно, вызывающе, нагло. Видите, когда-то был такой период, вот эти 90-е, когда это казалось круто, потому что везде было быдло, быть быдлом было круто. Эти кожаные куртки, какие-то там малиновые пиджаки, новые русские, вот это вот время, тогда это еще, в их, по крайней мере, кругах, это еще как-то, видимо, ценилось. Хотя среди нормальных интеллигентов людей это никогда не ценилось. Но сейчас все уже, и те, кто тогда даже это ценил, уже все, и этих людей уже нет, большинство. То есть сейчас это вообще не круто даже. Поэтому вот это поведение, когда люди ведут себя как обезьяны, какие-то дикари, ребята, это отталкивает. Никто не посмотрит на это поведение и не скажет, вот сегодня в парке сидели, там приехали какие-то ребята, они так круто себя вели, танцевали, там что-то кричали, или приставали к прохожим, свистели, там девушкам привлекательным, что-то вашей маме зять не нужен. Вот никто не скажет, как это было так красиво. Мы прямо вот под впечатлением пришли домой, и там своему сыну, вот ты тоже вырасти, обязательно вот таким будет. Никто не скажет. Все на это посмотрят, в лучшем случае сделают выводы, там уйдут, но вы никого как бы с хорошей стороны, хорошего впечатления вы о себе не оставите. Поэтому лучше уделять больше внимания тому, как себя вести в различных обществах, в разных культурах, в зависимости от того, где вы находитесь, там разные формы поведения приняты. Где-то есть вещи, которые в каком-то обществе, например, считаются нормой, а в каком-то обществе это будет некорректно. Надо все эти моменты учитывать. В том, что люди в Швеции в целом культурные, или так же, как в Раше, слева сосед алкаш, справа молодые, молодое быдло и громкая музыка, ночью снизу драки постоянно, а сверху постоянно заливают водой. Нет, если в этом плане в Швеции, да вообще, я думаю, в большинстве стран Европы, где я, по крайней мере, был, люди гораздо более, конечно, культурные в этом отношении. Ну, смотрите, по Швеции я скажу, вот это вот, ну, все, что ты написал, алкаш здесь, алкаш там, молодое быдло, громкая музыка ночью, и драки, и кто-то там что-то заливает, этого вообще здесь, такого нет. Потому что, как правило, наоборот, очень вот в спальных районах очень тихо, и если что-то такое будет происходить, как ты говоришь, что очень быстро соседи там, куда надо, позвонят, дебоширов быстро успокоят. Поэтому здесь такое, наоборот, такое не происходит. Абсолютная тишина, спокойствие, как правило, даже очень скучно. Вот когда я первый раз приехал в Швецию, мне, мое первое такое впечатление о стране было, как о очень скучной стране, где ничего, вот нет какого-то драйва, как будто бы ничего не происходит. Такое ощущение, что жизнь замедлилась. Вот поначалу было такое, а сейчас я, наоборот, когда я отсюда выезжаю куда-то, и потом возвращаюсь в Швецию, я, наоборот, чувствую такое вот успокоение. Никто никуда не спешит, нет какого-то этого шума мегаполисов, люди спокойные, тихие. И самое главное, шведы, они не конфликтные. То есть там даже, где в центре какие-нибудь, например, выходные, там, где проходят клубные какие-то тусовки, бары, люди выпивают, ты никогда, ну, практически никогда ты не увидишь, чтобы там были драки. Несвойственно это. Они очень дружелюбные, такие улыбчивые, все как-то мирно, в общем, отдыхают. Так, слушай, ты умник. Чего ты можешь рассказать нам, чего мы не знаем? Сколько ты принёс людям бед? Ты подстрекатель, ты никогда не сможешь сделать добро людям, у тебя дешёвые постановки. Ну, насчёт бед, я, честно говоря, не знаю, чтобы я приносил какие-то беды. Как правило, моя деятельность, она не подразумевает принесение людям какого-то блага. То есть я не чиновник, отвечающий за какой-то участок. Хотя я, конечно, понимаю, что какие-то полезные вещи у меня получалось делать, хвала Аллаху. Но я сам о них там говорить и хвастаться не буду, это Аллах знает лучше. Но чтобы говорить о каких-то бедах, какие могут быть беды? Если из-за меня, из-за моих каких-то слов или из-за родства со мной у каких-то людей появлялись беды, эти беды им приносила кремлёвская власть, их наместники, из-за них и от них, ни от кого больше. Виноваты в этом только они. А если бы Тумсо, например, кого-то куда-то послал бы что-то сделать, дал бы какое-то задание, и из-за того, что Тумсо это сделал, у этого человека появились какие-то проблемы, причём даже и это дело, которое Тумсо ему сказал сделать, если оно было бы для Тумсо, то в этом случае да, а так, хвала Аллаху, у меня нет ничего подобного. Субтитры создавал DimaTorzok